Площадь первого участка под реновацию практически 43 гектара. Это 15 домов по улице Зернова, 4 на Матросово и 1 дом по улице Арзамаской. Порядка 11% квартир здесь принадлежат муниципалитету. Компания-застройщик будет обязана передать администрации жилье, в которое переедут сыровчане, пользующиеся квартирами по договору социального найма. То, что касается жильцов, квартиры находятся в собственности у которых, там по закону два варианта. Либо это денежная компенсация, либо это также обеспечение квадратными метрами. Застройщик будет определяться с проживающими жителями, каким образом удобнее для них. В 20 домах, которые вошли в первую очередь программы освоения застроенных территорий, 264 квартиры. Заключение с застройщиком договора аренды земельного участка для строительства нового жилого района произойдет после завершения процедуры расселения. Здесь может быть волновое такое переселение, у застройщика территория большая, и он может начинать строительство только после того, как в доме всем выплачены компенсации, и всем жителям предоставлены жилые помещения. Всего в адресную программу сноса многоквартирных домов для развития застроенных территорий, рассчитанную на период с 2017 по 2025 год вошли двухэтажки Назернова, Матросова, Арзамасской, Победы, Александровича, проспекте Октябрьском и Пионерской. Аукцион на право заключения договора о развитии первого участка пройдет 15 января будущего года. Застройщиком будет заключен договор. Существенные условия этого договора – это подготовка проекта планировки. Второе – это расселение тех жителей, которые сегодня проживают в этих домах. И только после этого будет заключен договор на аренду земли под строительство нового жилья. Строительство нового жилого района на этой территории должно завершиться в декабре 2025 года. Заявки на аукцион принимаются до 10 января. Более подробную информацию можно получить на сайте администрации или по телефону 977-37. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.